Здравствуйте, меня зовут Дима, или Геля Спасана, или просто Келик. Сегодня расскажу вам про такую небольшую лекцию про подсветку в госплее. Это будет лекция, в первую очередь, для начинающих, те, кто вообще мало что представляет, что такое светодиод, светодиодная лента, как это вообще все подключить, чтобы оно у тебя в костюме заработало. Поэтому вот с самой разы стараюсь вам очень кратко, очень быстро, доставшиеся 15 минут рассказать. Можно следующий слайд. Ну, соответственно, рассмотрим все эти пункты. Давайте следующий сразу. Вообще, основная причина, собственно, как бы, я уже занимаюсь крафтом именно косплеем с какими-то сложными техническими решениями, с подсветкой и прочим, уже почти будет 6 лет. Первая причина вообще у людей, которые сталкиваются с этим, а зачем вообще мне изучать все это, если можно сходить в ближайший стикс прайс, купить, не знаю, гирлянду за 100 рублей, вложить ее в крафт, она точно так же будет светить. Я сэкономлю кучу денег, кучу времени, мне не нужно будет ничего, это каких-то знаний дополнительных, все будет круто работать. Ну, основное преимущество и, наверное, единственное в том, что с помощью понимания, как это работает, можно решить задачи, которые являются нетривиальными, которые что-то чуть сложнее, чем вставить гирлянду в крафт. Следующий, пожалуйста. Ну, опять же, начнем с теории, буквально очень кратенько, чтобы вас... чтобы не вспоминать курсы физики за 8 класс. У нас интересуют три самых важных параметра, которые, на основе которых мы будем делать, в общем, все подключение. Нас интересует, в первую очередь, это напряжение, изменяются вольты. Самое главное, чтобы наш источник питания, батарейка, ну, любая, которую вы будете использовать, она ни в коем случае не превышала потребляемый ток источника, точнее, потребляемый ток источника света. То есть это светодиод и светодиодная лента. То есть оно может быть меньше, оно в идеале, конечно, должно быть равно, но превышать никогда не стоит, ни к чему хорошему не приведет. Второе – это ток. Самое главное, что мы из этого параметра можем понять, что чем больше ток, тем больше устройство работать будет, так как ток – это формальная характеристика емкости. Третья характеристика – это сопротивление, измеряется в омах. Самое главное, что нам стоит понять, это то, что, в общем-то, низкое сопротивление материалу означает, что ток проводится, и это, соответственно, провода, ну, какие-то электрические устройства. Высокое сопротивление, значит, ток не проводится, это изолента, это горячий клей, например, если говорить, спаркрафт. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, соответственно, мы рассмотрим самую простейшую, самую банальную электрическую цепь. У нас есть источник питания, батарейка, у нас есть источник света, в данном случае светодиод, у нас есть кнопка подключения, выключения, которая будет регулировать все это дело, и, соответственно, есть провода, которые позволяют все это в общую систему объединить. Следующий слайд. Рассмотрим вообще типы светодиодов и какие батарейки к ним можно использовать. Это, в общем-то, самый, наверное, главный вопрос, который задают начинающие любители покрафтить с подсветкой. Есть и светодиоды обычные, трехвольтовые, я думаю, видели, наверное, почти все. Они также отличаются по цвету, они могут быть прозрачные, непрозрачные, они могут быть, могут светить белым светом, могут светить каким-то определенным. Самый простейший такой светодиод можно запитать из одной таблетки. Ну, то есть таблетка – это батарейка типа CR2032, ну, опять же, в любой пятерочке, в любомошенном и спокойно можно все это дело купить. Даже, в принципе, чтобы она работала, дополнительно какие-то устройства можно просто ее замкнуть, а будет светить. Есть светодиоды полученной мощности, это так называемые светодиоды КРИ, тоже работают от 3 вольт. Можно точно так же запитать таблеткой вот этой батарейкой, и можно запитать двумя батарейками в планчике или в мизинчике. Следующий слайд. На данном слайде показано, например, вот верхний слайд – это яркий 3-х вольтовый светодиод предыдущий, и нижний слайд – это светодиод КРИ, но он, скажем так, гораздо ярче светит. Основное вот это преимущество. Следующий. Также, говоря про светодиоды, естественно, не стоит забывать про светодиодную ленту. Бывают разных типов, но рассмотрим самую простую – 12-вольтовую одноцветную. Можно запитать от кроны, это такой тип батарейки, опять же, в любой пятерочке или в машине все это дело покупается. От одной кроны можно запитать не более метра-два. Больше не запитайте, она очень быстро разрядится, если у вас ничего светить не будет. Либо от батарейки вот есть такой тип GP23A, она 12-вольтовая, светить будет чуть ярче, чем крона, но буквально там полметра, даже, наверное, меньше, можно только запитать. Голос за слайд. Также вопрос, с которым сталкивается большинство начинающих трафтеров – собственно, как подключить не один светодиод, а если их будет чуть больше одного. опять же, это немножко более обширная тема для обсуждения, но если тракция, при подключении последовательно, от плюсов к минусу, у нас напряжение будет складываться. Если мы будем подключать параллельно, мы будем напряжение уравновать, то есть оно будет изначально такое было. Это позволяет вам, например, несколько таких простых светодиодов подключить, заставить работать с одной батарейки, типа таблеткой. Это бывает очень удобно, чтобы не громоздить все это в крафте, если у вас какое-то очень изящное. Следующий, пожалуйста. Опять же, какие типы кнопок бывают, как можно все это соединить в единую систему. Кнопки бывают с зажимом, без зажима. Если с зажимом, соответственно, для нее нажал, контакт идет, устройство работает. С зажимом это, ну, просто как обычно, включать этот в дуру. Разные типы. В основном, преимущественно, все с Али заказывается, естественно. Давайте следующий. Опять же, про провода. Как правило, в пайке для крафта используются тонкие, многожирные провода, потому что, ну, это, в общем-то, занимает много места. Одножирные провода лучше не использовать вообще. Их будет очень тяжело паять. Ну, и в целом, не рекомендуется. Ну, и стоит понимать, что если вы используете тонкие провода, то какое-то большое напряжение подавать на них не стоит. То есть, естественно, 220 в розетке, их впитать ни в коем случае не нужно. Ничем хорошим не закончится. Следующий слайд. Также есть, так называемый, держатель для батареек. Ну, это такие небольшие в пластиковых корпусах, которые сразу можно несколько устройств, ну, аккумуляторов положить, чтобы все это красиво умещалось, чтобы потом вам все это было проще спаивать бензиновый цвет. Естественно, для разных типов батареек они бывают разные. То есть, для Corona один, для Tabletных один, ну, другой. Собственно, перейдем к этапу пайки. Это не такой сложный процесс, как можно показаться вначале, если немножко разобраться. Для пайки нам минимум необходимо 5 вещей. Это в первую очередь, конечно же, провода, чтобы все это соединить в единую систему. Это обязательно паяние, к чему вы будете паять. Необходим также панифоль, чтобы у вас припой хорошо прилип к проводам. Лучше использовать, конечно, жидкую панифоль, которая соединена в скирте. Также припой, ну, советую, POST 61, POST 60, приходите в магазин, какой просите, вам принять. Ну, и нож или ножницы для зачистки провода. Тут уже кому как удобнее. Следующий, пожалуйста. Ну, и, собственно, рассмотрим три шага пайки, как с помощью них спаять самую простейшую свою первую электрическую цель. Самый первый шаг, это необходимо зачистить провода от изоляции, далее нанести флюс на зачищенные провода и нанести на них припой, и далее уже эти два провода соединить, провести паяльником и, собственно, образовать единый провод. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, очень легко пройкнулось. Ну, в общем, наглядно как-то работает. У вас есть незачищенный провод, вы аккуратно проводите ножом консолярском, желательно заточено, хорошо, и, соответственно, изоляцию снимаете. Следующий, пожалуйста. Далее мы наносим флюс, вот эту жидкую панифоль, берем припой в такой тубе, ну, берем паяльник, естественно, разогретым, говорительно, и наносим. У вас получается залуженный, так называемый, провод, провод, который покрыт припой. Следующий слайд. Мы проделываем это со вторым проводом, у нас получается два залуженных провода, мы их соединяем вместе и просто проводим паяльником по ним. Ну, получается, в общем-то, соединенный провод. Естественно, все эти шаги можно использовать, ну, в плане пайки не только для проводов, но и для условных кнопок и для светодиодов принцип абсолютно такой же. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, соответственно, вот у нас примерно как выгляжется наша первая простейшая электрическая цепь. У нас есть источник ритания, в данном случае это две пальчиковые батарейки, у нас есть кнопка в пыл-выкл с фиксацией, у нас есть светодиод, в данном случае кришный светодиод на 3-вольтах. И, собственно, у нас на гифке показано, как работает. Сложного ничего не отреждаю у нас, если только стоит начать этим заниматься. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и в общем-то финальная часть выступления это где вообще все это можно покупать, откуда начать этим заниматься. Есть несколько крупных в общем-то маркетплейсов, где все это можно приобрести. Самый первый, самый главный, самый, наверное, лучший вариант у нас в России точно. Это они практически все что угодно, если хорошо искать. Очень много находится в рекомендациях того, чего ты вообще даже не думал, что такое есть. Поэтому очень советую. Цены тоже будут очень дешевые, потому что за пачку кнопок с этих переключателей можно заплатить 50 рублей за 10 штук, в то время когда здесь в розничном магазине за 50 рублей вы наверное даже один переключатель не купите. Ну естественно ждать обычные поли ни к чему удержаться не. Также есть крупные marketplace Ozone Yandex market. Ну в целом тут все среднее выбор средний цены средние ждать тоже средний. Не все можно найти но можно купить это относительно недорого и в общем есть еще также есть магазин Chippetip это один из крупнейших сетей электроники в России можно найти практически все то же самое что есть на Али также можно купить это непосредственно сразу в магазине вам не нужно заказывать доставку вы приехали купили это очень иногда во время тепланов спасает но минус то что цены там просто полз если это когда вы увидите цены здесь все поймете знать ну и также есть местные магазины радиоэлектроники в Рязани тоже какие-то странные есть я смотрел соответственно там зависит от магазина где-то выбор побольше где-то поменьше где-то цены побольше где-то поменьше нужно смотреть каждый магазин но опять же самый главный плюс то что можно прийти купить все что необходимо вам сразу на магазине на это у меня все если есть какие-то вопросы вы можете задать старайся ответить вопрос я не совсем понимаю как параллельное подключение сделать то есть как последовательное все понятно а как параллельное смотри параллельное это грубо говоря у тебя есть два провода есть один источник одна батарейка ты эти два провода просто примыкаешь к одному источнику а все то есть по сути к одному проводу еще два проводка да то есть не друг за другом а просто параллельно ну как как и следует из названия просто примыкаешь и батарейки непосредственно букет получается да да в этом есть опять же небольшая проблема что например есть задача запитать много мелких трехвольтовых светодиодов от одного источника потому что ну чтобы все это работало от единого источника чтобы не было загромождения но загромождение все равно получится из-за того что проводов получится очень много потому что от одного источника нужно будет каждый проводок тянуть к каждому светодиоду а светодиодная лента она как ну вот эти стандартные светодиодные ленты они внутри параллельны или они последующие вопрос очень хороший потому что светодиодная лента это по сути каскад грубо говоря это там есть один элемент три светодиода которые можно резать в этих трех элементах между собой эти светодиоды соединены последовательно а каждый этот элемент по три светодиода соединен параллельно то есть получается что это как бы комбинированный свет то есть рассчитывать три светодиода если я боюсь рассчитывать три светодиода по оба этажа здесь светодиодные ленты нет светодиодные ленты там даже если один малюсенький вот этот отрезочек там всегда будет 12 ну 12 либо 24 типа ленты есть если адрес то там 5 ленты поняла спасибо спасибо еще вопросы вам чем плохо одножили проб одножили основное основной недостаток в том что поедет тяжелее тем что он будет менее гибкий то есть если ну как правило для простых целей чтобы там провести проводку в доме он вообще ничем не плох но в косплее как правило там везде формы хитро изогнутые изгибать его под этот контур будет не очень удобно потому что многожиднее он в первую очередь гораздо гибче и плюс к этому его будет ну как я скажу легче паять просто все вопрос да существуют батарейки которые можно заряжать да есть такие но сколько они хороши без локий есть у них какие-то нюансы на самом деле нюансы ну по сути это батарейки это аккумуляторы аккумуляторов ну единственный нюанс что со временем они все равно конечно будут изнашиваться и у них там будет падать емкость но в целом ну еще второй нюанс что они дороже чем обычные батарейки а так у них нюансов нет так-то у них одни плюсы только потому что в общем можно не менять батарейку оставить в что можно не менять батарейку а оставить только вход и заряд да это тоже огромный плюс если есть дополнительная микросхема которую можно подпаять к этому аккумулятору чтобы оно автоматически все заряжалось то есть не приходилось понимать конструкцию тех аккумулятору перезаряжать и вставлять по-бранту это тоже несомненно плюс еще такой вопрос да да а если вольтаж батарейки будет больше чем светодиод позволяет он сгорит просто тут зависит светодиода ну смотри зависит насколько сильно он выше будет то есть если например взять 3-х вольтовый светодиод туда пустить 12 вольт то скорее всего светодиод просто лопнет даже не то что лопнет просто как фейерверк так пахнет если будет просто например вместо 3-х 5 то он просто очень сильно на пару секунд будет светить потом просто резко погаснет и уже больше никогда не включится счет вопросов тогда в общем-то спасибо за внимание спасибо всем кто пришел надеюсь было вам тут немножко полезной информации спасибо 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 Продолжение следует...